Индийская народная сказка. Это зато. Жили однажды два друга, верблюд и шакал. И вот сказал шакал верблюду, по ту сторону реки, поле сахарного тростника, переправимся через реку, ты поешь сладкого тростника, а я половлю себе рыбы, и будет нам хороший обед. Верблюд взял шакала на спину, потому что шакал плавать не умел, и перебрались они через реку. Верблюд забрался на поле и принялся за сахарный тростник, а шакал побежал по берегу подбирать рыбу и кости. Шакал-зверь небольшой, и потому скоро наелся, а верблюд только начал есть. Кончил шакал свой обед, и давай скакать вокруг поля, где пасся верблюд. Скачет и воет во всю свою шакалью мочь. Услышали люди в деревне, шакалей вой, прибежали с палками гнать шакала. Видят, прыгают вокруг поля шакалы, воет, а на поле пасется верблюд. Рассердились люди, кинулись на верблюда, избили его и прогнали с поля, а шакал убежал. Побрел потихоньку побитый, еле живой верблюд к реке. Догнал его шакал и говорит, вернемся домой. Хорошо, сказал верблюд. Взял шакала к себе на спину и вошел в реку. Зашли они далеко в воду, верблюд и говорит. Друг шакал, худо ты со мной поступил. Пообедал, потом выть принялся. С чего это ты? Как будто ты не знал, что на твой войс бегутся люди со всей деревни. Ведь из-за тебя меня до полусмерти избили, даже поесть не дали. Зачем ты принялся выть? Не знаю, сказал шакал. Такой уж у меня обычай. Люблю попеть после обеда. Двинулись они дальше в реку. Сперва была по колено верблюду и вода, потом все выше и выше. Наконец поплыл верблюд. Плывет и говорит шакал. Знаешь что, хочется мне побарахтаться в воде. Пожалуйста, не делай этого, взмолился шакал. Зачем это тебе? Не знаю, ответил верблюд. Такой уж у меня обычай. Люблю поваляться после обеда. И начал верблюд барахтаться в воде. Упал шакал и утонул. А верблюд доплыл до берега и пошел домой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!